Сегодня инфекционная больница, в ней проводятся работы, плановые работы по фактически новому отделению, детскому отделению, где раньше расплавлялось детское отделение. Мы его полностью выведем в каком он состоянии, фактически это строится новое отделение, где будет предусмотрен расширенный ремонтационный блок, где будет предусмотрено помещение для персонала. Что касается поставок кислорода, также посмотрела сегодня подготовленные бетонные подушки для размещения двух кислородных станций. Мы планируем их к первому числу, так как в графике у нас стоит, запустить здесь две кислородные станции. Ситуация очень серьезная и очень тревожная. На сегодняшний день в больнице 298 больных, у нас 310 коек. То есть практически последние три недели больница работает в плитык по местам. Свободно, вот приписывается 50 человек, почти столько же поступает. Каждый день в больницу поступает не менее 35 человек. Вот только вчера было 26, потому что у нас было только 26 свободных мест. То есть постоянно поступают больные к нам в больницу и в другие опорные больницы. Должна сказать, что в эту волну, если ее можно так назвать, гораздо более тяжелые больные. Это все видят. Стало, во-первых, намного больше больных. Во-вторых, стало поступать гораздо больше тяжелых больных. И не потому, что они поздно поступают. Они поступают, некоторые, достаточно рано, но они поступают уже в тяжелом состоянии. И надо сказать, что почти все пациенты, почти все пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Они все кислородозависимы. Очень тяжелое поражение легких. Пациенты тяжелые, пациенты высоко лихорадят. Они тревожные. То есть это очень тяжелые больные. Количество тяжелых больных увеличилось значительно. Это и во всем мире, и в Украине, и в Одессе тоже. Потребление кислорода в сутки последние несколько дней у нас 6 тонн. 6 тонн кислорода в сутки только на инфекционную больницу. Это, вы себе представляете, это 180 тонн в месяц. То есть очень большой расход кислорода. Нас обеспечивают кислородом, но это очень много. Если поставят уже вот эти две кислородные станции, тогда, может быть, будет немножечко снизиться вот эта напряженка с кислородом. Продолжение следует...